В ночь 23 ноября в одном из домов новостройки Рухи-Мурас города Бишкек произошел пожар. Направлявшиеся в аэропорт сотрудник МВД Джанубек Токбаев и его сын Максат, заметив пламя, повернули к горевшему дому и решили спасти людей, находящихся в нем. Когда мы приехали, горела крыша, ворота были заперты. Сын открыл, перелез через забор, и мы еле открыли дверь в доме. Света не было, дом был весь в дыму. Забежали в комнаты и крикнули. Никто не откликнулся. Затем вышел хозяин. Из комнаты вытащили мальчика, затем еще двоих людей. Герою Максату 23 года. В этом году он закончил университет, а недавно женился. Максату уже не впервой приходится спасать жизни людей, подвергая свою жизнь в опасность. В прошлом году он спас девушку от насильника и получил тяжелое ножевое ранение. Тогда Максат перенес операцию. Перепрыгнул через забор, внутри ворота открыл, потом домой сразу же побежали. Ну, я увидел сразу туман, вообще ничего не было видно. Все спали, а по соседней комнате там дети спали. Вот, и сразу же все вытащили на улицу. А ты не боялся за свою жизнь? Нет. Вообще. Хозяева сгоревшего дома до сих пор находятся в шоковом состоянии. В ту злополучную ночь в доме находилось пять человек, в том числе двое детей. Крыша сгорела полностью. Дом стал непригоден для проживания. С одной стороны, они благодарят Бога и спасителей за то, что все живы и никто не пострадал. Но с другой стороны, опечалены тем, что им негде жить. Они не знают, откуда взять деньги на восстановление дома. Ведь в семье двое пенсионеров. Единственным кормильцем является их сын. Семья просит помощи у МЧС восстановить хотя бы несколько комнат, так как на носу уже зима. Пожарные прибыли в течение 10-15 минут. Приехали три машины. Пока они приехали, в доме все выгорело. Недавно только закупили мебель новую. Вот в чем сейчас стоим, в том и остались. С МЧС никто еще к нам не приехал, не спросил, что произошло. Как быть теперь? Переди ведь зима. В пожаре также пострадал соседский дом, расположенный рядом со сгоревшим домом. По словам Каната, у его дома частично сгорела крыша. При тушении пожара вода попала в дом. Я проснулся, они уже все выбегали оттуда. Пожар очень уже разросся. Его даже попробовали ведрами, там бесполезно было. Причины пожара дома уточняются. Подобные несчастные случаи происходят регулярно в нашей стране. Но нужно отметить, что среди наших граждан есть отважные люди, как отец и сын Токбаевы, которые, не жалея своих жизней, спасли других. Страна должна знать своих героев.